Если из истории убрать всю ложь, то это совсем не значит, что останется одна только правда. В результате может вообще ничего не остаться. В марте 1804 года в Венцентском замке был расстрелян герцог Энгиенский. Александр послал в Париж протестующую ноту, которая была вручена российским поверенным Толерану. Вскоре Россия получила ответную ноту. В ней говорилось, что Россия напрасно вмешивается во внутренние дела Франции. Ведь Франция не вмешивалась в русские дела, когда по проискам Англии был убит император Павел, и убийцы остались безнаказанными. Этого страшного оскорбления Александр никогда не смог простить Наполеону. Монопарт был прирожденным постником и трезвенником. Ел мало и пил только в воду с небольшим количеством красного вина. Ел всегда очень быстро, 8 минут на завтрак, 15 на обед. Иногда забывал, что не обедал. Но тогда добавлял вина. Императрица Жозефина говорила о Наполеоне так. Он слабее и чувствительнее, чем думают. Да и сам император потом вспоминал. Часто хвалили силу моего характера. Но я был мокрая курица, особенно с родными. И они это отлично знали. Когда у меня проходила первая вспышка гнева, их упрямство и настойчивость всегда побеждали. Так что, в конце концов, они делали со мной все, что хотели. Мадам Деремюза говорит о Наполеоне. У Бонапарта врожденная злая природа. Врожденный вкус к злу, как в больших делах, так и в малых. Кажется, всякое великодушное мужество чуждо ему. Этот человек был убийца всякой добродетели. Но это пишет о нем ранее влюбленная, а потом возненавидевшая его женщина. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!